Утро жителей Твери Калининского района началось сразу с двух неожиданностей. Во-первых, в свой первый рейс вышли новые автобусы «Транспорт Верхней Волжья», а второй стала невозможность быстро добраться до своего рабочего места или учебы. А в чем причина, разбиралась наша съемочная группа. Реформа городского транспорта стартовала. Новые автобусы вышли в рейс. Всего 115 машин по 39 маршрутам. Оформленные в едином стиле, они сразу привлекают внимание горожан. Однако не обошлось без ряда трудностей. На остановках областной столицы утром скопилось большое количество жителей. Пешком я и шла с Республиканской. 23-ю дождались, битком. Собиралась ехать на работу из Имауса. И не пришел. Мы стояли, наверное, минут 40. Не пришел. Автобус это 106-й вы имеете в виду? Не было ничего. Хотела бы, но не получилось. Новая транспортная система внедряется поэтапно в течение февраля. Постепенно коммерческие маршрутки заменят общественный транспорт. Честные перевозчики должны выходить также на маршруты, пока не завершится полное обновление автопарка. Многие жители уже оценили преимущество нового транспорта. Мне они нравятся, если их будет много. Тогда будет хорошо. Я маршрутки вообще не люблю, особенно маленькие вот эти газики. Вот, купила. Я думаю, это удобно будет очень. Новый автобус. Красивый такой. Обалдится. Понравился как вам вообще? Да, очень уютный такой, симпатичный. Экраны какие-то, много информации. Симпатично, в общем-то. Приятно, да. Я надеюсь, что там водители будут приличнее, чем те, которые были в маршрутках. Так что будем надеяться, что будут хорошие автобусы и будет удобно ездить. Будут удобные расписания, чтобы они тоже часто ходили. Ожидается, что до 15 февраля обновится еще 16 маршрутов. Минтранс Тверской области держит на контроле все организационные и технические вопросы, связанные с запуском новой модели пассажирских перевозок. По всем вопросам действует единый колл-центр. По нему можно бесплатно уточнить расписание движения автобусов, правила использования транспортных карт.